Глубокоуважаемые председатели, глубокоуважаемые коллеги, разрешите продолжить тему гамка-рецепторов, которая была начата в одном из предыдущих докладов. Быстросинаптическая передача осуществляется в мозге посредством гамка-рецепторов, которые представляют собой анионселективный канал, принадлежащий к семейству циспитильных рецепторов. Этот рецептор образован пятью субъединицами, которые симметрично расположены вокруг центральной оси, которые в результате образуют анион, проводящий упору. Хотя в настоящее время выявлено большое число субъединиц гамка-рецепторов, число достигает уже восьми, но наиболее распространенным типом гамка-рецепторов является рецептор, состоящий из двух альфа, двух бета и одной гаммы субъединицы. Именно с этими рецепторами мы имеем дело, когда проводились исследования, о которых я буду говорить ниже. Гамка-рецепторов, помимо регуляции процессов возбуждения и торможения в мозге, является важной мишенью для действия многих лекарственных препаратов, среди которых наибольшее значение имеют такие препараты, как анестетики, противосудорожные препараты и некоторые тангализаторы. Каждый из этих типов модуляторов является положительным аластерических модулятором, модулятором гамка-рецепторов, и их эффекты связаны именно с усилением активности гамка-рецепторов. Каждый из этих типов модуляторов имеет свое специфическое место связывания на гамка-рецепторе. Так, бензодиазепины находятся в трансмембранном домене, как показано на этом рисунке. И так же, как и ортостерический модулятор гамка расположен в эктодомене, извиняюсь, в эктодомене гамка-рецепторов, а вот те ортостерические модуляторы, которые вызывают анестезию и противосудорожные эффекты, они расположены в трансмембранном домене. В трансмембранном же домене находится место связывания эндогенных нейростероидов, таких как прегненолон и аллопрегненолон. В физиологических условиях на гамка-рецепторах, помимо, так сказать, самого гамка-рецепторов, действуют и некоторые другие активные агонисты, в частности, вот нейростероиды, которые постоянно присутствуют в мозге. И очевидно, что конечные перестройки, функциональные перестройки гамка-рецепторов, которые связаны с одновременным действием нескольких модуляторов, будут определяться тем, как эти активные перестройки рецепторов под действием каждой из них суммируются и взаимодействуют между собой. В принципе, в фармакологии часто используется сочетанное применение нескольких фармакологических агентов, и показано, что эти эффекты могут быть аддитивными, когда сумма эффектов, вызываемых в совместном применении двух препаратов, равна просто алгебраической сумме каждого из них, это, так сказать, аддитивные эффекты. В случае, если сумма эффектов, вызываемых двумя воздействиями, одновременным воздействием двух независимых модуляторов, меньше речь идет об субаддитивных взаимодействиях или антагонистических, и, наконец, наибольший интерес для клиники, для фармакологии представляет ситуацию, когда эффекты двух веществ, используемых двух веществ, больше, чем, так сказать, эффект суммы двух эффектов, которые вызывают они по отдельности. Это, так называемое, явление сверхаддитивности или синергии. Мы в нашем исследовании исследовали взаимодействие на гаммкорецепторе двух алктерических модуляторов гаммкорецепторов. Это эндогенного нейростероида аллопрегниналона и нестероидного противовоспалительного средства мифенамовой кислоты. Опыты провозили на изолированных нейронах Пуркинье, выделенных из мозга молодых крысят, и с помощью регистрирования гаммкоктивируемой токи, с помощью метода П-шклямперегистрации в варианте целая клетка. Аппликацию веществ осуществляли с помощью системы для быстрой аппликации. Предпосылкой для проведения настоящего исследования являются два принципиально важных наблюдения. Одно наблюдение было сделано группой американских исследователей из Университета Джона Хопкинса в Сен-Луисе, которые исследуют эффекты нейростероидов и анестетиков. Они показали, что в случае, если используются одновременно два таких модулятора, как прегниналон, другой эндогенностероид, и анестетик, широко используемый в клинике Этамидат, электрофизиологические эффекты одновременного действия этих двух модуляторов синергичны. То есть сумма эффектов при использовании этих двух веществ больше, чем эффекты каждого из них. Это было показано и на регистрации электрофизиологических параметров, в частности токов в клетках линий ХЕК, так и в поведенческих экспериментах, когда оценивали противосудорожный эффект этих препаратов. В наших исследованиях мы ранее изучали эффекты мифенамовой кислоты на гамм-коксиверном токе в клетках паркинье и показали, что мифенамовая кислота является очень мощным модулятором гамм-корецепторов. Она вызывает увеличение амплитуды гамм-коксиверных токов примерно в 6-7 раз. Более того, значит, происходит еще и замедление гамм-коксиверных токов, что также усиливает эффект этого препарата как положительного аустрического модулятора. Мы, наши экспериментальные данные и данные мутационных исследований позволили предположить, что место связывания мифенамовой кислоты находится примерно там же, или взаимодействие с местом связывания атомидата. Таким образом, с одной стороны, мы имеем данные о том, что есть синергические взаимодействия между аллопрегненолоном и атомидатом, между прегнолоном и атомидатом, а с другой стороны, место связывания мифенамовой кислоты совпадает с местом связывания атомидата. Поэтому мы предположили, что такие же синергичные взаимодействия, как и в случае пары прогестерон и, извиняюсь, прегнолон и атомидат, могут быть и между аллопрегненолоном и мифенамовой кислотой. Следует сказать, что мифенамовая кислота, помимо того, что она является аластерическим модулятором гаммкорецепторов, она также является аластерическим агонистом. То есть она способна вызывать активацию рецептора в отсутствии гаммы. Так, как показано на рисунке справа. Это довольно высокие концентрации, но, тем не менее, это важное свойство гаммкорецепта этого модулятора, который мы использовали в дальнейших исследованиях. Мы предположили, что существуют такие взаимодействия между аллопрегненолоном, синергические взаимодействия между эффектами аллопрегненолона и эффектами мифенамовой кислоты. Мы, для того, чтобы исследовать это предположение, для того, чтобы выявить, существует ли такое взаимодействие, мы использовали два подхода экспериментальных. С одной стороны, мы использовали изолированную аппликацию, аллопрегненолона и мифенамовая кислота, а с другой, значит, использовали их совместно аппликацией двух модуляторов на фоне действия гаммкорецепта. Я прошу прощения, тут немножко пропустила слайд, а здесь, на этом слайде, показаны, собственно, эффекты аллопрегненолона на гаммках тигромы токи. Это нам важно было выяснить, потому что мы работали в определенном диапазоне концентрации и работали с теми концентрации, которые вызывают максимальный эффект, потому что синергия для таких исследований, о которых я говорила ранее, была показана лишь на низких концентрациях, на максимальных концентрациях агонистов. И вот здесь показана доза ответа для гамм. Показана доза ответа для гамм в контроле. Это черная кривая и зеленая кривая. Это доза ответа для гамм в присутствии стана аномоля аллопрегнолона. Стана аномоля – это примерно та концентрация, которая может существовать в мозге, поскольку аллопрегнолон непрерывно синтезируется в мозге, как нейронами, так и глиальными клетками, хотя концентрация его может меняться в зависимости от физиологических условий и от внешних воздействий. На этих записях хорошо видно, что наиболее сильно потенцирующий эффект аллопрегнолона выражен во время апрекаса низких концентраций гамм, 1-3 микромоли, а при более высоких концентраций гамм эффект ослабевает или даже сменяется некоторым ингибированием. Поэтому в дальнейших исследованиях мы использовали концентрацию гамм к 0,3 микромоли, которая вызывает ток, амплитуда которого равна примерно 3% от максимального тока. Следует сразу сказать, что все вот эти данные исследования мы амплитуды токов нормировали к максимальному току на гамм, с тем, чтобы иметь возможность сравнивать эффекты различных аллопрегнолических модуляторов. Итак, мы смотрели, как взаимодействуют эти два аллопрегнолона. Мы использовали взаимное влияние двух аллопрегнолических модуляторов, а именно аллопрегнолона и мифенамовой кислоты, вот что показано на рисунке слева. Токи активировали по отдельности. Сначала аллопрегнолоном, ток вот эта красная кривая. Видно, что вызывает очень небольшую активацию гамм-корецепторов, отсутствие гамм, подчеркиваю, и отдельно смотрели, как действует мифенамовая кислота. Это черная кривая, серая кривая. Это использовали те концентрации гамм, амплитуда ответов, модуляторов, амплитуда которых была примерно одинаковая. Видно, что очень небольшие токи при изолированном применении этих двух модуляторов. Вместе с тем, при совместном действии модуляторов, амплитуда тока вырастала примерно в 12 раз. То есть это говорит о том, что между этими двумя сайтами, между двумя модуляторами, существует сильное синергическое взаимодействие. Когда ток, возникающий в отсутствии гамм, я повторяю, он по амплитуде равен току, который примерно вызывается концентрациями гамм, равной полумаксимально эффективной концентрации. Это одна серия экспериментов. Другой серии экспериментов мы, собственно говоря, исследовали, как эти два модулятора взаимодействуют в условиях присутствия гамма-концентрации 0,3 микромоли. И здесь показано, что по отдельности каждый из этих модуляторов вызывает потенциацию тока, который примерно одинаково. Это зеленая кривая в присутствии аллопрегиненалона и зеленая кривая в присутствии мифеномерной кислоты. Справа данные цифры относительной потенциации этих токов, которые составляют примерно 10% максимальной. И вместе с тем, при совместном действии этих двух модуляторов, когда одновременно действуют те же концентрации мифеномерной кислоты, аллопрегиналона, эффект значительно превосходит сумму тех эффектов, которые вызывают эти два модулятора по отдельности. То есть имеют место синергии положительного астерического взаимодействия двух этих модуляторов. То есть то, что мы предполагали увидеть, основываясь на тех данных, которые были опубликованы. Далее мы исследовали этот эффект более подробно, потому что надо выяснить, в каких концентрационных пределах эти эффекты развиваются, в концентрационных пределах модуляторов эти эффекты развиваются, с тем, чтобы понять, может ли, так сказать, в каких условиях эта ситуация может развиваться в условиях нормального функционирования мозга. Здесь исследована зависимость эффектов потенцирующего действия аллопрегиналона на токе, активируемой мифеномерной кислотой. Здесь мифеномерная кислота выступает в качестве аллосторического органиста. Видно, что в свисту свиста на море аллопрегиналона кривая доза ответа для активации токов мифеномерной кислотой сильно смещается влево. И вот изменение цепи СИА для прямой активации токов мифеномерной кислотой в присутствии аллопрегиналона меняется в 13 раз. И это сильно больше, сильно выше этот эффект, чем для токов активируемой гамм, когда ЭЦПСИА для гамм менялась лишь только в 2 раза. Опять же, это доказательство сильного аллосторического взаимодействия между этими двумя органистами. И здесь важно отметить, что концентрационные эффекты и концентрационные эффекты мифеномерной кислоты, которые вызывали эти эффекты, очень низкие. Уже при концентрате 3 микромоля мифеномерной кислоты мы видим эту синергию. Она хорошо выражена при концентрации 10 наномолей и при концентрации немножко выше. При исследовании тех же эффектов, присутствия гаммамина, присутствия естественного активатора, естественного агониста гаммкорецепторов, мы также снимали концентрационные зависимости. И здесь тоже интересный фактор мы наблюдали, а именно то, что эффекты при разных концентрациях аллопригинолона, усиливающие эффекты аллопригинолона быстро достигают защищающих значений, когда концентрация вырастает до этих величин. И эффект больше не растет при увеличении концентрации аллопригинолона. Возможно, имеют место ингибирующие действия описанные ранее для эффектов аллопригинолона, в то время как при ответе на активацию рецепторов мифинамовой кислоты продолжают расти во всем диапазоне концентрации аллопригинолона. Таким образом, здесь на этих кривых показано, что кривая доза ответа для эффектов мифинамовой кислоты в присутствии гамм просто сдвигается параллельно кривой ответ в контроле, в отсутствии под действием прегинолона. Таким образом, мы имеем явные доказательства того, что между двумя этими сайтами, сайтами связывания аллопригинолона и сайтами связывания мифинамовой кислоты имеется сильное эластерическое взаимодействие. Это наблюдение имеет большое значение для практического использования этих двух препаратов, потому что и то, и другое является лекарственным средством, как аллопригинолон сейчас в настоящее время используется в клинике, для лечения депрессии, после родовых депрессий и посттравматического синдрома, так и для понимания того, как устроен гаммкорецептор и как происходят перестройки рецептора при действиях разных эластерических модуляторов. Ирина Николаевна, все, абсолютно время уже, к сожалению, уже перебор, да, так что спасибо большое. Ну да, теперь снова с вами питерские. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...